Вот Атаман, Атаманушка, вот Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! В Северском Доме Культуры, вниманию учащихся школ района, был представлен театрализованный концерт, посвященный городу-герою Сталинграду. Постановка воплотила в себе синтез драматического вокального искусства на основе подлинных событий Великой Отечественной войны. Слезы матерей, провожавших сыновей, страх неизвестности и крик надежды, острием ножа вошли в сознание юных зрителей. Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Слово сын ее послышит, сынок! Дом Павлова в Сталинграде сыграл немаловажную роль во время контратак немецких войск. Благодаря стойкости русских солдат войска противника получили отпор, и Сталинград не был захвачен. О пережитом ужасе можно узнать и сейчас, рассмотрев сохранившуюся стену разрушенного дома, послушав рассказы об ужасе бомбежек и близости смерти, оставшихся в живых детей войны. Сегодня каждый турист, приехав в Лугоград, стремится почувствовать всю боль и мужество русского народа во время Великой Отечественной войны. Для этого он идет на Мамаев курган, где воплощены все эмоции в замечательных скульптурах, помнить свою историю и рассказывать своим детям, что мы все являемся наследниками тех солдат, которые добыли нам Великую Победу. Я, как классный руководитель ребятишек 6 класса, поняла, что такие мероприятия нам необходимы, конечно, в целях патриотического воспитания. Говорят, что молодежь сейчас испорчена. Это неправда, потому что душевное качество нашей молодежи зависит, наверное, от той работы, которую ведут родители, учителя. Я думаю, что, побывав на таком мероприятии, наши дети поймут цену победы, поймут цену патриотизма в нашей стране. Все дальше уходит от нас героические годы Великой Отечественной войны. С каждым годом все меньше и меньше остается среди нас тех, кто встретил роковой рассвет 22 июня 1941 года, тех, кто познал кровавый снег Сталинграда. Город, ставший символом величайшего мужества, навсегда останется в сердцах человечества, помня о том, какой ценой завоевано счастье. У меня прапрабабушка и прапрадедушка дошли до Берлина. Сейчас со мной живет прадедушка Александр. Он очень часто рассказывает мне истории про свое детство, и я понимаю, что очень большой ценой нам досталась эта победа. Я считаю, что этот праздник очень важен для нас, и он нужен для того, чтобы мы учители память наших дедов и прадедов, которые защищали нашу жизнь. Районные соревнования по мини-лапте прошли в спортивной школе поселка Ильский. Восемь команд из северского, ильского и азовского поселений приняли участие в соревнованиях в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Популяризация такого вида спорта, как лапта, все больше набирает обороты, особенно среди детей. Этот спорт любим всеми детьми. Обычно, если ребенок приходит в секцию, то он просто дальше уже не уйдет. Лапта затягивает, и дети остаются, им нравится. Это азарт, это скорость, это надо думать, это бита с мячом. Это вообще их очень сильно привлекает. Поэтому, да, детям вообще дети в восторге всегда. Как и в любом другом виде спорта, здесь ребята очень серьезно подходят и к тренировкам, и к организации соревнований, что, безусловно, дает свои плоды. В прошедшем 2 февраля первенстве России по мини-лапте наши спортсмены 2006 года рождения завоевали два комплекта медалей – серебро у девочек и бронза у парней. Такие спортсмены становятся не только гордостью района и края, но и примером для сверстников. Ребята, которые играют, те, которые мои воспитанники, они сами по своим школам формировали команды, звали своих одноклассников, друзей, всех тех, кто подходит по рамкам возрастным. Мы привели сюда, им помогали родители. У нас родители очень вовлечены в процесс обучения, в тренировочный процесс. Соревнования прошли в атмосфере честной конкуренции и бодрого спортивного азарта. Каждая из команд была настроена на победу и показала интересную игру. Лучших из лучших наградили дипломами за первое, второе и третье место. Хотя, наблюдая за игрой наших молодых спортсменов, можно с уверенностью сказать – каждый из них уже победитель. В администрации района прошло еженедельное рабочее совещание. Оно началось с награждения начальников управления специалистов района и администрации благодарственными письмами за высокий профессионализм и достигнутые результаты в работе. В начале совещания начальник управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы Ольга Журавель рассказала о приведении наружной рекламы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также об административной ответственности за отсутствие разрешения на рекламу. К сожалению, не только начинающие предприниматели, но и сотрудники администрации поселения не могут отличить рекламу от вывески. В связи с чем главам поселения предложено направлять свои предложения по установке и размещению рекламных конструкций. Ольга Журавель отметила Афибское и Ильское городские поселения, в которых уже начата работа по брендированию объектов дорожного сервиса. Оформлена вывеска, уголок потребителя, информационная табличка. Приведение дорожной рекламы стоит на особом контроле в администрации Краснодарского края. Коллеги, еще раз акцентирую внимание и ваши, уважаемые главы поселений, что только совместными согласованными действиями нам позволят привести в соответствие архитектурный облик наших станиц и поселков. Начальник управления имущественных отношений Елена Юрченко доложила о предоставлении многодетным семьям собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной муниципальной собственности. Озвучен необходимый перечень документов и условий для приобретения участка, а также количество предоставляемых земельных участков по каждому поселению. Первый заместитель главы Марина Наумейко подчеркнула, что это серьезная поддержка многодетным семьям, и этот вопрос не должен ни в коем случае уходить на второстепенный план. О наведении чистоты и поддержании порядка в поселениях на этой неделе отчитались руководители администрации Калужского, Новодмитриевского, Григорьевского и Смоленского поселений. Следственным отделом отдела МВД России по Северскому району в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 и 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконное хранение приобретения без цели сбыта наркотических средств». Сотрудникам отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков поступила оперативная информация о возможной причастности одного из местных жителей к хранению наркотиков. В ходе проверки данная информация подтвердилась. При личном досмотре у молодого человека сотрудники полиции обнаружили и изъяли белое порошкообразное вещество, а также шприц. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством солью. В настоящее время расследованное уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи, инкриминируемые подозреваемому, предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет.